Всем доброго дня! Это Гелиосар и География просто. Учебник географии 7 класс, за авторством Душиной, Каринской, Щенева, серия Вертикаль, УМК, Дронов. Раздел 1. Главные особенности природы Земли. Литосфера и рельеф Земли. Параграф 4. Литосфера. Вспомните, каково внутреннее строение Земли. Считается, что внутреннее строение Земли в самом центре это ядро, такое твердое, потом возможно идет жидкое ядро, я говорю возможно, потому что ученые точно не знают. Потом идет мантия, причем мантия тоже двух видов, внутренняя и внешняя. И потом на самом верху, так сказать, тонкий, очень тонкий слой земной коры. И вот как раз ответ на следующий вопрос, что такое земная кора и литосфера. Литосфера это земная кора и верхний слой мантии, в то время как земная кора это самый-самый-самый верхний и самый тонкий слой земной коры. На, собственно говоря, на этой самой земной коре мы и живем, и именно из земной коры люди добывают все полезные ископаемые. До какой-нибудь мантии люди и близко не докопались пока что. На какие группы делят горные породы по происхождению? Это магматические горные породы, это осадочные горные породы и метаморфические горные породы. Что такое вулканы и землетрясения? Вулканы это горы, в которых находится, грубо говоря, проход к центру земли. То есть вулканы образуются в тех местах, где земная кора достаточно тонкая. Чаще всего это происходит в местах, где сталкиваются литосферные плиты. И там, собственно говоря, на поверхность проникает вещество мантии и ядра земли. И там и образуются эти самые вулканы. Землетрясение это разрушительное явление, происходящее в глубинах земли, когда происходит сдвижение каких-то внутренних слоев земли, из-за чего происходят очень серьезные разрушения на поверхности нашей планеты. Строение материковой и океанической земной коры. Вы уже знаете, что земную кору подразделяют на океаническую и материковую, которые различаются по толщине и строению. Чем же объяснить различия в строении земной коры? Большинство ученых считают, что сначала на Земле образовалась океаническая земная кора. На протяжении геологической истории формировалась, наращивалась и усложнялась материковая земная кора. Современная наука связывает образование и развитие земной коры с движением и взаимодействием литосферных плит. И вот на рисунке 13 показано, собственно говоря, что такое земная кора, верхние, внутренние свои мантии и так далее. И вопросы. Как понятие земная кора соотносится с понятием литосфера? Земная кора – часть литосферы. Определите, какова относительная толщина земной коры под материками и океанами. Под материками слой земной коры может доходить буквально до 70-80 км. А вот под океанами толщина может достигать всего лишь 10 км. То есть океаническая земная кора очень и очень тонкая. Какие слои слагают материковую и океаническую земную кору? Как правило, у материковой земной коры есть гранитный слой. В то время как у океанической в основном только базальтовый. И что на материке, что в океане достаточно тонкий слой, еще есть осадочный. Но осадочные горные породы, они очень тонкие по сравнению с базальтовыми и гранитными слоями. Карта строения земной коры. Это тематическая карта, на которой показаны древние платформы, складчатые области, их возраст, положение среди наокенческих хребтов, зоны разломов на суше и дни океанов и другие сведения о строении земной коры и литосферы, а также процессах, происходящих в них. Анализ этой карты поможет вам понять многие особенности рельефа материков и океанов, а также природы их отдельных областей. Литосферные плиты. Литосфера, земная кора вместе с частью верхней мантии, не монолитна, то есть она не цельная, она разделена на части. Она состоит из нескольких очень больших блоков, литосферных плит, толщиной в несколько десятков километров. Границы между ними проходят по гигантским трещинам, разломам. Общая длина этих разломов достигает многих десятков тысяч километров. Разломы наибольшей длины и глубины встречаются на дне океанов, но есть они и на суше. В Восточной Африке, вроде Великих Африканских разломов, в Восточной Сибири, впадина озера Байкау и окрестности. И вот нам, собственно говоря, показана карта этих самых основных разломов. И показан, например, Великий Тихоокеанский огненный пояс. Как видите, здесь разлом литосферной плиты тянется практически по всему Тихому океану. И кое-где выходит на берег. То есть разлом идет по Андам, по Кордильерам, через Аляску, доходит до Камчатки, далее по Японии, по частично Китаю, далее по Филиппинским островам, идет чуть ли не до Антарктиды. При этом, обратите внимание, есть еще один разлом, который проходит через российский Дальний Восток, проходит неподалеку от Байкала. И видите, еще есть крупный разлом, который проходит частично через Европу, Средиземное море, через Турцию, Иран, и далее через Азию, Гималайи. И опять-таки соединяется с Тихоокеанским разломом. Есть и более мелкие, так сказать, разломы. И вот как раз-таки показано. И вот с черными стрелочками показано, где идет столкновение плит Тихоокеанской и других плит, а где они расходятся. Например, Индоавстралийская отодвигается от Антарктической, и при этом Индоавстралийская сталкивается с Тихоокеанской плитой и с Евразийской плитой. Естественно, что там, где происходит столкновение, постепенно горы растут. Там, где идет расхождение, там скорее формируются новые, очень тонкие, своей земной коры. Литосфера разделена на семь громадных плит и десятки плит меньших размеров. Большинство плит включает как материковую, так и океаническую земную кору. Найдите на карте и назовите самые большие литосферные плиты. Ну, как видите, Евразийская, Североамериканская, Тихоокеанская, Антарктическая, Африканская, Южноамериканская, Индоавстралийская. Это самые крупные плиты. Определить, какие материки и океаны расположены на каждой плите. Ну, на Тихоокеанской плите только острова, причем достаточно мелкие, материков нет. Естественно, что на Евразийской расположена по большей части Евразия. На Индоавстралийской расположена часть Евразии, это Индия, по сути, с некоторыми окрестностями, и Австралия. На Африканской расположена Африка, на Южноамериканской расположена Южная Америка и часть Атлантического океана. На Североамериканской плите континент Северная Америка и опять-таки часть Атлантического океана. У Евразии это часть Северного Ледовитого океана и Атлантического океана. У Африки часть Атлантического океана и Индийского океана. Ну и Антарктическая, это по большей части Антарктика, континент, и Южный океан с маленькой частью Тихого и Индийского океанов. Летосферные плиты лежат на сравнительно мягком, пластичном слое мантии. По нему они скользят и перемещаются относительно друг друга в горизонтальном направлении. Раздвигаются или сталкиваются. Предположительно, это происходит так. На границах раздвижения плит по глубинным разломам из мантии поднимается базальтовая магма. Изливаясь на дно океана, она застывает. По мере того, как изливаются новые и новые порции магмы, соседние плиты еще больше раздвигаются, насваиваясь друг на друга на протяжении миллионов лет. Базальты образуют срединноокеанические и вулканические горные хребты. Так образуется новая океаническая кора. Она постепенно нарастает и расползается в обе стороны от породившего ее глубинного разлома. На дне океана словно работает гигантский конвейер, который переносит молодые блоки литосферных плит от мест зарождения к континентальным окраинам океанов. Скорость их движения очень мала. Путь длинный. Поэтому молодые участки океанической плиты достигают берега лишь через многие десятки миллионов лет. Пройдя этот путь, плита опускается, ныряет под континент и погружается в мантию, из которой она образовывалась в центральных частях срединноокеанических хребтов. При этом под разломами, где происходит это погружение, образуются глубоководные живоба. Параллельно живобам протягиваются вулканческие островные дуги или вулканческие хребты материков, вроде Алиутского или Курильского живоба, Алиутских и Курильских островов, Чилийского живоба и прибрежных хребтов Ант. Если сближаются две плиты с материковой корой, то их края вместе со всеми накопленными на них осадочными породами сминаются в складки, горы. По разломам земной коры в сминающейся в складки породы внедряется магма. Так увеличивается толщина материковой земной коры. На границах столкновения плит за последние 30 миллионов лет образовались Гималай, Альпы, Кавказ и другие горы Альпийско-Гималайского складчатого пояса. В целом развитие земной коры таково, что подвижные участки с течением времени превращаются в устойчивые, то есть на месте складчатых поясов образуются полноценные платформы. Платформы – это относительно устойчивые и выровненные участки земной коры. Основная масса материковой земной коры образовалась очень давно, более миллиарда лет назад. Сейчас эта земная кора представлена древними платформами, лежащими в основании всех современных материков. Около 1 миллиарда лет назад к древним платформам начали присоединяться новые участки земной коры за счет образования горных поясов на границах столкновения литосферных плит. За это время в каждом из поясов было несколько эпох, длительных отрезков времени, в течение которых образование складок горных пород протекало наиболее интенсивно. Эти эпохи называют эпохами складчатости. Учение о литосферных плитах позволяет заглянуть не только в прошлое, но и в будущее Земли. По расчетам ученых, через миллионы лет Австралия может уплыть, передвинуться на север, площади Средиземного моря и Тихого океана сократятся, а Атлантический и Индийский океан наоборот увеличатся. Идея движения материков была высказана еще в эпоху открытия Америки, когда было обнаружено сходство в очертаниях берегов Африки и Южной Америки. Впервые в начале 20 века гипотезу о движении, дрейфе материков сформулировал ученый Вегенер. Согласно мнению немецкого ученого, много миллионов лет назад на Земле был один материк. Пангея он назывался. Затем Пангея раскололась на два материка – Лавразию и Гандвану, которые впоследствии распались на более мелкие части. Сейсмические пояса Земли. Границы между литосферными плитами – наиболее подвижные участки земной коры. Сейсмические пояса – это пограничные области между литосферными плитами. Сейсмические пояса протянулись на тысячи километров и совпадают на суше с областями образования гор, а в океане – со срединноокеаническими хребтами и глубоководными желобами. Именно здесь расположено большинство действующих вулканов и происходит 95% всех землетрясений. И вот рисунок 16, на котором показан распад Пангеи. Как, собственно говоря, это происходило? Как видите, в те годы, а это примерно 65 миллионов лет назад, единый материк распался. Но, например, Северная Америка еще не отделилась от Евразии и не соединилась с Южной Америкой. То есть, в целом, все выглядело сильно иначе, чем сейчас. При этом, обратите внимание, вот этот вот маленький кусочек – это Индия, а не Австралия. Австралия, она, вот она, отсоединяется в то время от Антарктиды. На материках и островах нашей планеты множество потухших и более 600 действующих вулканов, продолжающих извергать на поверхность огромное количество лавы, пепла, газов, водяного пара, различных кислот. Еще более действующих и потухших вулканов расположены на дне океанов. Только в Тихом океане этих вулканов насчитывается примерно 10 тысяч штук. Знания о строении и истории развития литосферы имеют большое практическое значение для хозяйственной деятельности человека. Ученые на основе этих данных прогнозируют места поисков месторождений полезных ископаемых, устанавливают вероятность стихийных бедствий, связанных с происходящими в литосфере процессами. Вопросы и задания. Какие сведения, например, об Африке можно получить при работе с картой строения земной коры? Но прежде всего можно увидеть, какие разломы проходят вдоль Африки. Если внимательно посмотреть, то можно увидеть стрелочками, что Африка – это континент самый древний. Именно от Африки происходило раздвижение всех остальных плит. То есть Евразия все-таки это более молодой континент, чем Африка. Именно Африка – это континент, который постепенно раскалывается. И можно увидеть, что именно от Африки идет движение всех основных континентов. Постепенно еще произойдет раскол одного куска, он уже происходит. И восточная часть Африки отсоединится от основного континента, возникнет новое море, произойдет расширение Красного моря, изменится, скорее всего, климат Африки. Возможно, изменится климат и в Сахаре. Определите, где расположены самые большие платформы, самые длинные хребты на дне океанов, самые большие зоны островных дуг, глубоководные желоба. Это интересно, что самые большие платформы – это Тихоокеанская, Евразийская платформы. Они самые большие по размеру. Потом можно упомянуть Антарктическую, Североамериканскую, Южноамериканскую, ну и Африканскую, разумеется. Из самых длинных хребтов – это Тихоокеанский и Атлантический. Именно Атлантический, Срединноокеанский хребет – самый протяженный. Самые глубоководные желоба, они расположены в Тихом океане, самые там крупные. Там же расположены и самые большие островные дуги, именно в Тихом океане. Каковы закономерности размещения зон землетрясений и вулканизма? Самые прямые. Где вулканы, там чаще всего и землетрясения. Но при этом не факт, что в зонах землетрясений будут вулканы. То есть, например, в Средней Азии вдоль гор там много-много землетрясений, но вулканов там нет. В Иране, в Турции землетрясения происходят регулярно, но вулканов там нет. С другой стороны, если есть вулканы, землетрясения будут гарантированы. То есть, при землетрясениях вулканы не обязательны, особенно на суше. Но при вулканах землетрясения будут гарантированы. Так, составьте вопросы по карте строения земной горы и задайте их одноклассникам. Ну, если учитель задаст вам это идиотское задание, можете его выполнить. Люди каких профессий и с какой целью изучают земную кору? Ну, довольно-таки многие изучают земную кору, но прежде всего, разумеется, это геологи. Этим людям необходимо знать земную кору, чтобы искать полезные ископаемые. По нынешним временам это крайне-крайне важная задача. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!